МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ранняя диагностика онкологических заболеваний. Мы делаем все возможное, чтобы на ранних этапах выявить онкологические заболевания. В гостях у кота Василия, одного из финалистов конкурса «Мой маленький тигр». Спасибо, ИДНОЕ ТВ, за такие конкурсы, за то, что привлекаете внимание к братьям нашим меньшим. В деревне Горки состоялся третий этап открытого чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. Данное мероприятие, третий турнир, считаю открытым. Удачи всем! Медики отмечают, что в период пандемии коронавирусной инфекции резко вырос процент выявления рака легких на начальной стадии. Это связано с тем, что обследование населения стало более объемным и детальным. Такая ранняя диагностика помогает полностью побороть болезнь. Как вовремя обнаружить проблему и начать лечение, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. 3277 человек с выявленными злокачественными образованиями состоят на учете во взрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы. Это пациенты разных возрастных категорий с поражениями легких, кишечника, молочной железы и других органов. Каждый онкологический больной может обратиться за медицинской помощью онкологической. Врачи-онкологи ведут диспансерное наблюдение данной категории граждан. И мы делаем все возможное, чтобы на ранних этапах выявить онкологические заболевания. Сейчас в Леонидском городском округе ограничений планового приема больных не было. Три онколога с понедельника по субботу работают с 8 до 20 часов. Расписание очень плотное. Пандемия коронавирусной инфекции еще добавила докторам забот. Почти каждому второму, третьему сейчас проводятся каты легких. И выявления часто бывают и на ранних стадиях. То есть маленькие очаги замечаем на фоне воспалительных моментов. И уже потом начинаем обследовать пациента дальше. Врачи говорят, что ранняя диагностика онкологического заболевания дает большие шансы на полное выздоровление. При первых подозрениях доктор пропишет пациенту четкий путь движения, чтобы тот не затерялся в рутине исследований на несколько месяцев. Здесь еще многое зависит от правильной интерпретации результата. Если по УЗИ все недостаточно информативно, мы уже переходим на вторую ступень – это КТ, МРТ. И смотрим, в зависимости от ситуации, нужно ли делать с контрастом. Татьяна Кувичинская окончила Донецкий национальный медицинский институт. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом. Работает онкологом с 2009 года. Рассказывает, что очень часто пациенты сами ставят диагноз, в основном неправильной, и тем самым теряют драгоценное время, когда болезнь еще можно победить. Я принимаю население от 18 лет. И каждый пациент по-своему отражается в моей душе. Не могу сказать, что кто-то больше, кто-то меньше. Естественно, я очень тяжело переношу молодых пациентов. Многие пациенты жалуются, что сейчас к онкологу попасть непросто. Да, загруженность у врачей колоссальная. Но такие узкие специалисты, как дерматолог или хирург, тоже могут дать направление, если есть подозрения, на злокачественное поражение органов. Суровый боец, усатый помощник и сын своих кота-родителей. Мы съездили в гости к коту Василию, одному из финалистов конкурса «Мой маленький тигр». Слово Юлии Герасимовой. Кот Василий в естественной среде обитания. Беспощаден с поролоновым соперником, удерживает добычу железной хваткой. Таким усатый боец и запомнился нашей редакции. За волю к победе он получил первое место в конкурсе «Мой маленький тигр». По характеру Вася достаточно хулиганистый. У него, на самом деле, очень много различных игрушек, но губка его самая любимая. Он любит ее потрепать, потаскать по всему дому. И вот такое состояние у нее всегда после игры. Как часто приходится менять губки? В основном я их прячу. Иногда даем, чтобы котенок порезвился. Потому что он его очень любит. Василий – кот с непростой судьбой. Его подобрали на улице неравнодушные люди. Обогрели, накормили, но оставить не могли. К счастью, в это время Елена и Алексей Артемьевы искали четверногого жильца в новую квартиру. Мы с мужем решили завести кота и смотрели на сайтах приютов и Авито. На Авито мы познакомились с Анастасией, которая вместе со своей дочкой подобрали Васька на улице со всем крошкой. Обогрели его, дали имя и начали искать новых хозяев. Имя оказались мы. В декабре мы взяли Васька. Ему было примерно 4-5 месяцев. И с этого момента он приносит нам только радость. К заселению питомца Елена и Алексей подошли ответственно. Как настоящие кота родители. Они предварительно закончили ремонт, вставили сетки на окна, купили необходимые атрибуты кошачьего быта. Помогает нам убираться. Моешь пол, он начинает гоняться и скользить. Помогает готовить. Маленький да удаленький. Васька лихо покоряет вершины кухни, отрабатывает прыжки и ест с хорошим аппетитом. Как и положено настоящему спортсмену. В общем, свою победу Василий получил заслуженно. За молодецкую прыть и большую любовь к другим жителям квартиры. Спасибо, Видное ТВ, за такие конкурсы, за то, что привлекаете внимание к братьям нашим меньшим, за то, что дали нам победу и за возможность побывать счастливыми кота-родителями кота-звезды. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Видное ТВ. В Ленинском городском округе прошел отборочный тур ежегодного фестиваля «Песни, рожденные сердцем». И вновь среди финалистов оказался воспитанник вокальной студии «Звездный дождь», которая работает на базе Видновской школы номер 9. Мы побывали на одном из занятий студийцев, чтобы узнать, как же обычные мальчишки и девчонки становятся артистами. В Видновской школе номер 9 уже более 10 лет. Для юных любителей музыки открыта эстрадная студия «Звездный дождь». Руководит ей Людмила Акладникова, музыкальный педагог с 30-летним стажем. Здесь рады всем, кто мечтает научиться петь и стать знаменитым артистом. Есть желание, хочет ребенок заниматься. Даже с минимальными данными он может развить свои вокальные данные. И для себя, может, яркой звездой не быть, но кто знает, природа – это такая штука, что непредсказуемо. Бывают такие результаты, сам удивляешься. Каждое занятие начинается с распевки и специальной звуковой гимнастики. Затем ребята много поют, периодически отвлекаясь на забавные музыкальные игры. Такие групповые занятия сочетаются с индивидуальными, что в конечном счете приносит свои плоды. Мы были и на острове Крит в Греции, и в Финляндии выступали, и в храме Христа Спасителя мой ученик участвовал в галоконцерте. Запомнился конкурс «Золотая ладья», где Бедрос Киркоров поздравлял моих девочек. Они стали лауреатами первой степени. Я ездила на большое количество конкурсов. Самый такой, наверное, масштабный был в Сочи. Мы уезжали в Сочи. Там я заняла, если не ошибаюсь, лауреат второй степени. Для меня это считается очень большим достижением. Также ездила на большое количество эдельвейсов. Ловила волну, волна успеха и разные конкурсы. Я получала вторые места, но я не расстраивалась, потому что вторые места – это очень хорошо. Словом, конкурсов, где побеждали воспитанники вокальной студии, за 10 лет было немало. Недавно ребята приняли участие в отборочном туре ежегодного фестиваля «Песни, рожденные сердцем», где в финал вышел ученик девятой школы Гриша Дегай. Больше всего мне нравится побеждать. Я хочу заработать много кубков, много медалей и стать популярным, знаменитым. Филиал «Звездного дождя» также открыт в школе поселка Володарского. Сейчас студия готовится к очередным конкурсам, первый из которых «Веснушка» пройдет уже совсем скоро. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». Спортсмены видновского клуба единоборств «Хайкик» активные участники соревнований различного статуса, с которых они неизменно привозят боевые трофеи. Но, как известно, совершенству нет предела. Для опытных и начинающих бойцов клуба провел мастер-класс по боксу действующий чемпион России, чемпион балтийских стран и стран СНГ по версии WBC Валерий Аганисян. В ожидании мастер-класса от звезды бокса спортсмены не бездельничают. К встрече с мастером стоит подойти подготовленными. Тренер команды «Хайкик» Артур Варданян лично знает многих сильных спортсменов. А потому мастер-классы, где начинающие бойцы смогут постигать секреты различных единоборств, станут неотъемлемой частью тренировочного процесса. Это у нас первый мастер-класс, но уже регулярно, один-два раза в месяц, будем приглашать звезд, которые должны провести мастер-класс для наших детей из нашего города. В бойцовском клубе ждут опытного боксера, действующего чемпиона России, чемпиона балтийских стран и стран СНГ по версии WBC Валерия Аганисяна. И надо отметить, что собрались в зале не только начинающие спортсмены, но и те, кто уже добился серьезных успехов. Всегда я с чем учиться. Всегда. А так мастер-класс тоже иногда показываю. Жду, что он будет показывать свои секреты, фишки свои. Учить нам к ним, чтобы мы тоже знали, чтобы мы тоже использовали в боях. Вот так, ждем его. Мастер-класс обычно показывают профессиональные бойцы, которые прошли долгий путь, а у них есть свои фишки, свои секреты. И благодаря этим секретам, благодаря этим мелочам, в основном выигрывают тяжелые бои. Вот, из-за этого они очень влияют. Вот, надеемся, сейчас покажет нам мастер-класс по боксу. Преодолев вечерние пробки, Валерий Аганисян наконец-то появляется в спортивном зале. После небольшой вступительной речи он начинает мастер-класс. Двигаемся в первый удар. Я вам покажу, как правильно двигаться. Важно, чтобы задняя нога у вас была, не стояла на полу. Учиться у лучших – важная спортивная практика. Валерий Аганисян признается, что и сам подсматривал приемы у звезд бокса. И несмотря на то, что в копилке у него немало спортивных побед, он настроен добиться самых высоких спортивных вершин. Костя Дзю, Рой Джонс, тот же Мэй Везер, то есть это титаны бокса. У каждого можно было что-то взять, попробовать на тренировке. Это все нормально. Мне нужен титул чемпиона мира основной. Я в гонке за ним. Работаю над документами, чтобы попробовать в другой стороне себя. Следующий мастер-класс состоится совсем скоро, уже 10 февраля. Своими секретами мастерства со спортсменами поделится заслуженный тренер России Магомедхан Казиев, воспитавший несколько чемпионов мира. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В деревне Горки состоялся третий этап открытого чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. 14 спортсменов из разных уголков Подмосковья, из Москвы и других городов России приехали, чтобы побороться в личном и командном зачетах. За ходом заездов наблюдала наша съемочная группа. До конца зимнего сезона вместе с этой гонкой остается еще три этапа. Число участников и болельщиков растет и на открытии, когда все собрались у пьедестала, это было заметно. Уверен, что у вас все получится. Сегодня лучшие достигнут вот этого пьедестала. Поэтому данное мероприятие, третий турнир, считаю открытым. Удачи всем! После таких слов на путстве оставалось только одно – пройти жеребьевку и отправиться на старт. 14 участников из разных городов приехали на гонки. Есть очень опытные и грозные соперники и есть команды. Видное на этот раз представляет Дмитрий Черкасов. Мой уровень, он на таком достаточно хорошем, среднем уровне, потому что здесь есть все-таки мастера спорта, здесь есть каскадеры профессиональные, здесь есть люди, которые больше 20 лет занимаются гонками в силу опыта. Ну, я набираюсь опыта, в силу опыта, конечно, не могу им составить полноценную конкуренцию, но с каждой гонкой опыта набираемся. Вот я думаю, что за хорошую середину мы сегодня поборемся. На самом деле машина такая боевая, помятая, и мне кажется, если я сейчас в ней посижу, может быть, пилоту принесет эту удачу, а я, наверное, заряжусь той атмосферой, которой заражены все болельщики, присутствующие сегодня на гонках. Ну что, вполне комфортно, уютно даже, и, мне кажется, надежно. Поехали! Поехала, правда, не я, а заявленный участник. Я же вместе с другими болельщиками осталась наблюдать за заездами, и это было впечатляющим. Кому-то не повезло, и уже в конце первого круга машина сошла с дистанции. Уже позже мы пообщались с ребятами. Маленькая неудача не испортила настроение спортсменам из Химы. А что у вас случилось? Оторвался. Где этот? Мотор. Мотор оторвался. То есть во время заезда прям, да? Во время заезда. Ну, и вот как бы, да, и получилось так, что вы не доехали. Да, не доехали. Не доехали. Сильно огорчились? Относительно. Мы еще не впали в отчаяние, пытаемся что-то сделать. А наша красная тройка мчалась на перерез всем ветрам к финишу. Хотя претендовать на победу ведновчанам было очень сложно. Наш именитый гонщик Константин Колобков на этот раз по уважительным причинам не смог участвовать. Но среди юниоров внук спортсмена Дима Власов. Кстати, самый младший. Ему только-только исполнилось шесть. Сегодня он, как говорится, за себя и за деда. Мне помогает выиграть уверенность в себе и траектория трассы. Если я еду по правильной траектории трассы, то все хорошо. Вот оно, будущее автогонок. Восемь юных спортсменов. Пока их машины представляют облегченный вариант. Но пройдет время, и ребята вырастут в больших спортсменов. А взрослые участники между заездами внимательно осматривают своих боевых коней. У участника из Раменского Юрия Манзукова на колесе образовалась грыжа. Механик, кстати, он из Домодедова, внимательно осматривает машину. Машина, если выйдет на старт, технически неисправна. Это можно порыграть гонку спокойно. Вот сейчас вы увидели, что что-то случилось. Что будете делать? Ждем. Если колесо даст, скажем так, сбой, трещину, тогда поменяем его незамедлительно. Для этого есть весь инструмент, весь зип с собой возим. Первый раз сегодня в гонке друг позвал. И как-то пока получается. Без экстезов. Уже где-то сердечко что-то забилось? Ну, естественно, адреналин. Гонки в горках с каждым разом все больше желающих поддержать. Появляются спонсоры, а сами соревнования, кроме состязательной, несут и благотворительную функцию. Очень хочу поблагодарить нашу старую гвардию. Вот мы недавно и сейчас, в том числе, продолжаем, организовали сбор денежных средств на поддержку реабилитации Федора Ивановича Шилова. Вот одного из тех, кто начинал это, мы здесь уже продолжаем. Вот я очень хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Сбор средств на реабилитацию Федора Шилова продолжается. И каждый желающий может помочь нашему прославленному спортсмену скорее встать на ноги. А участники гонок на выживание в ближайшие две недели будут готовиться к следующему этапу состязаний. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова